Вячеслав Якимович. Родился 12 февраля 1929 года в деревне Самуэлева Минского района Минской области. До войны окончил 4 класса. С лета 1942 года Слава стал связным между подпольщиками и партизанами спецотряда имени Пархоменко и отряда имени Котовского. Подпольщики доставали боеприпасы, оружие, медикаменты, одежду, продовольствие и переправляли партизанам. Благодаря подпольщикам партизаны имели достоверные сведения о том, как обстоят дела на фронте. Вскоре стало известно, что гестапо готовит операцию по захвату явочной квартиры. Славе пришлось на время укрыться в деревне Новый Двор, откуда он продолжил держать связь с партизанами. А в октябре 1943 года он принял присягу и был зачислен бойцом отряда имени Кузнецова партизанской бригады имени Чкалова-Барановичского соединения. Во многих боевых операциях участвовал юный мститель. В мае 1944 года в одном из боев Слава уничтожил более десятка фашистов, за что командование бригады приставило его к награждению медалью за отвагу. В начале июля 1944 года Слава продолжил прерванную войной учебу. После службы в Советской армии окончил Белорусский государственный университет имени Ленина по специальности правоведения и более 28 лет проработал на разных должностях в органах Комитета государственной безопасности. С ноября 1978 года возглавлял Свисловский районный комитет ДОСААФ. Вячеслав Викторович Якимович награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалями партизану Отечественной войны второй степени, за победу над Германией и другими наградами. А 5 ноября 1986 года приказом номер 77 Вячеслав Якимович зачислен в батальон белорусских орлят. Голос Поколений. Программа основана на реальных фактах и посвящается юным защитникам Родины. Голос Поколений. Специальный проект Республиканской газеты для детей и подростков «Зорька».